Правительство России приняло решение выделить дополнительные средства на завершение строительства Фрунденского моста в Самаре. Об этом сообщил министр транспорта страны Максим Соколов, который сегодня посетил областной центр с рабочим визитом. Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым он принял участие в совещании, посвященном дорожному строительству и подготовке губернии к Чемпионату мира по футболу. Слово Георгию Федорову. Комплексный ремонт магистралей в Самарской области продолжится и после Чемпионата мира по футболу. По таким позитивным сообщениям министр транспорта Максим Соколов открыл совещание. Сегодня Самарско-Тольятинская агломерация в числе лидеров по объемам средств, которые выделяются субъектом в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году регион получил почти 2 миллиарда рублей. Серьезные суммы уже запланированы на 2018 и последующие годы, заверил Соколов. Это позволит значительно повысить качество дорог в муниципалитетах области. На начало года нормативам не соответствовали 52% магистралей. Обсудили приоритетные региональные проекты. Один из таких – развитие Тольятинской уличнодорожной сети. Развязки, путепроводы, масштабный проект расширки центральной части города будет завершен в первой половине 2019 года. Ну а по остальным проектам мы тоже будем максимально концентрировать свою поддержку для реализации здесь, в Самаре и в целом в Самарской регионе. Ну, конечно же, нельзя обойти вопрос здесь и Фродинского моста. На днях было принято решение правительством Российской Федерации о дополнительном выделении средств в размере 400 миллионов рублей на завершение строительства этого объекта. Для нас это крайне важно. Сегодня люди стоят в многочасовых пробках, особенно в часы пик. И значение этого моста для развития экономического, в том числе потенциала, города и региона в целом трудно переоценить. Мы очень рассчитываем, что благодаря вашей поддержке, еще раз приветствую то решение, которое принято по выделению дополнительных средств, мост не превратится в долгострой, и мы его завершим. Отдельно рассмотрели вопрос подготовки к Чемпионату мира по футболу. Максим Соколов осмотрел ряд строящихся объектов, в том числе подъезды к аэропорту Курумыч. Степень их готовности министр оценил как высокую. Уже завершаются работы даже не по укладке верхних слоев асфальта, а по устройству фактически этих сооружений. И сомнений нет, что в начале ноября Самара получит новый современный двухуровневый подъезд к своему аэропорту. Что касается Московского шоссе, то здесь у нас еще есть вопросы, но по большому счету сомнений в том, что в тех проектных решениях, которые сейчас корректируются, Московское шоссе будет готово к проведению Чемпионата мира. На аэродроме аэропорта еще предстоит построить трехкилометровую взлетно-посадочную полосу. Практически завершены работы по ремонту участка трассы М-5. По ней до стадиона болельщики смогут добираться всего за 40 минут. Сегодня Максим Юрьевич просто досконально знает каждый проект, реализующийся в Самарской области. И для нас это большая ответственность, чтобы мы не подводили министра, который оказывает такую поддержку региона. Качественно срок выполняли работы, должным образом отчитывались, выполняли все необходимые процедуры по учету мнения населения. Вы знаете, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин эту задачу ставит при реализации каждого приоритетного проекта. Чемпионатовские объекты, они естественно останутся, потом будут для наших граждан удобными, современными. И транспортная инфраструктура будет более развитая. Поэтому мы, конечно, сегодня всеми силами стараемся, чтобы все объекты были достроены. В ходе совещания министр транспорта напомнил правительству области о необходимости более внимательно следить за поступлением средств в Дорожный фонд региона. В частности, туда направляются доходы с акцизов на бензин и дизельное топливо. От размера собранных средств напрямую зависят объемы ремонта и строительства дорог. Георгий Федоров, Сергей Павлов. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова